Здравствуйте! Меня зовут Дарья Тарасова и это программа в фокусе. Что пишут, снимают и рассказывают об Азербайджане иностранные СМИ. Сегодня в выпуске. Ясно и Сочи. Почему встреча лидеров России, Азербайджана и Армении открыла новые перспективы для мирной жизни на Южном Кавказе? Топливо для Анклава. Какая страна будет поставлять газ в Нахичеванскую автономную республику? Музыкальная оранжерея. Как павильон азербайджанного ДНХ стал одной из главных концертных площадок Москвы? Трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта вызвали ожидаемый интерес среди мировой прессы. Российская газета «Известия» вышла с публикации Ясно и Сочи, о чем договорились лидеры Армении и Азербайджана. До конца года должны быть созданы конкретные механизмы по демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. В частности, Ереван и Баку договорились идти по пути создания специальной двусторонней комиссии. При этом Российская Федерация будет оказывать содействие в решении вопроса, если сторонам это потребуется. Автор не случайно использовал слово-сочетание «ясные Сочи». В этих словах заложено двойное значение. На древнерусском «ясный» означает «яркий». Сочи славится своим ярким солнцем. Также в современном русском языке слово «ясный» достаточно распространено и имеет значение отчетливо видный, понятный, очевидный. Ясные Сочи – переговоры, где все ясно и понятно. Одно дело – решать проблемы во время телефонных разговоров и посредством челночной дипломатии в лице России, а другое – сесть за один стол и обсудить. Важно, что договорились начать демаркацию, то есть разграничение по картам, а затем при посредничестве России приступить к делимитации уже на месте. Сам факт этих переговоров уже очень важный сигнал относительно того, что не стоит ждать обострения ситуации. Азербайджанская сторона предлагает армянской начать работу над мирным договором, чтобы положить конец противостоянию и признать суверенитет друг друга. Автор статьи считает, что нынешняя трехчасовая встреча прошла в конструктивном ключе. Политикам удалось найти точки соприкосновения по некоторым важным вопросам, в том числе и по разблокированию транспортных коммуникаций. Европейская газета Common Space считает, что после сочинского саммита начинается следующий, качественно иной этап армяно-азербайджанских переговоров. Исходя из положительной оценки сочинского саммита, каждая с трех сторон, тех результатов этой встречи, которые до сих пор были обнародованы, и того факта, что Азербайджан освободил еще двух армянских заключенных до саммита, можно утверждать, что встреча 26 ноября стала конструктивным этапом послевоенного мирного процесса в регионе и открыла новые перспективы для мира и примирения между Арменией и Азербайджаном. Особого внимания заслуживает тот факт, что ни в совместном заявлении, ни на последующей пресс-конференции не затрагивался вопрос статуса Карабаха, считает автор статьи. В целом, сейчас кажется, что даже армянская сторона понимает, что поднимать этот вопрос, как раньше, уже невозможно и нецелесообразно. Пока Европа не может преодолеть энергетический кризис, ждет решение по Северному потоку-2 и следит за газовым противостоянием России и Украины. В Азербайджане заявляют, что могут поставлять большие объемы газа в Европу для удовлетворения растущих потребностей в энергии. Об этом в своем сюжете рассказывает арабский телеканал Аль-Джазира. Большая часть азербайджанского газа поставляется через южный газовый коридор. Он начинается в Каспийском море, проходит через Грузию и Турцию и тянется до Европы. Действительно, объем добычи газа в Азербайджане не так велик по сравнению с рядом других энергетических гигантов. Но он готов транспортировать ресурсы из других стран, таких как Туркменистан, в Европейский Союз через южный газовый коридор. В этом случае Азербайджан станет большей частью энергетического рынка. Москва обеспечивает около 45% потребности Европейского Союза в энергии, но спрос в Европе растет. А Россия из-за задержки по запуску Северного потока-2 сейчас не может наращивать поставки. По мнению многих экспертов, Азербайджан выступает гарантом энергетической безопасности Европы. Если будет холодная зима, понадобится много голубого топлива. Когда мы смотрим на энергетическую безопасность некоторых европейских стран, то неопределенность, связанная с поставками достаточного количества энергии, дает большие возможности для поставок газа из Азербайджана в Европу. Это дает этим странам доступ к альтернативным источникам энергии. Сегодня европейские лидеры обеспокоены тем, что энергетический кризис не уйдет, а только усугубится. Азербайджан надеется, что эта ситуация повысит его роль на европейском рынке. Портал Евразия.нет развивает газовую тему и рассказывает о соглашении между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном, подписанном в Ашхабаде на полях 15-го саммита Организации экономического сотрудничества. Сделка позволяет перекачивать от полутора до двух миллиардов кубометров газа в год из Туркменистана в Азербайджан через Иран. Иран возьмет часть импортируемого из Туркменистана газа в качестве платы за транзит для поставки его в пять своих северных провинций, а остальную часть будет передавать Азербайджану. Ожидается, что сделка вступит в силу 22 декабря. Туркменистан будет поставлять в Иран 5-6 миллионов кубометров газа в сутки с целью поставки в Азербайджан. Соглашение было заключено после того, как Иран согласился выплатить свои давно просроченные долги Туркменистану за поставки газа, которые он получил до 2017 года. Азербайджану же нужен газ через Иран, чтобы снабжать Нахичеванский анклав. Телеканал «Мир» продолжает рассказывать зрителям стран СНГ о традициях Азербайджана, где, особенно в деревнях, верят не метеорологам, а народным приметам. Например, облако перед восходом солнца к солнечному дню. Если нужен дождь, смахни смоковницу. А если осадки надо остановить, то достаточно завязать красную ленту на ветке дерева. Этому всему я научился у наших аксакалов. В старину в каждом селе был старейший, который заранее знал, какая погода будет завтра, и даже как пройдет лето или зима. Также в Азербайджане умеют предсказывать погоду с помощью животных. Тем, у кого в хозяйстве есть голубятня, не стоит бояться промокнуть под дождем. Голуби очень чутко воспринимают любую погодную перемену. Если через несколько часов пойдет дождь, то ты никогда не сможешь заставить его выйти из голубятни. Они громко воркуют только при ясной солнечной погоде. Ну, а если голубей нет, то помогут домашние животные, которые также очень чутко воспринимают любые погодные изменения. Перед школой я обязательно наблюдаю за Томми. Если он спокоен, я не беру зонтик. Уже два дня он себя ведет беспокойно. Значит, скоро будет сильный ветер и дождь. В Москве на ВДНХ открылся самый большой каток в Европе. Длина круга 1 километр 600 метров, рассказывает в своем сюжете телеканал Евроньюз. Льдом залили всю центральную аллею парка вокруг знаменитых фонтанов. Площадь 20 тысяч квадратных метров. В этом году, в отличие от прошлого, провели красочную театрализованную церемонию открытия. Ледовые дорожки огибают легендарные фонтаны дружбы народов и каменный цветок. А по периметру его окружают павильоны, многие из которых являются объектами культурного наследия федерального значения. Среди них и павильон Азербайджан. Главной фишкой этого сезона станут ледовые экскурсии, в ходе которых будут рассказывать об истории павильонов ВДНХ. А после экскурсии по специальному комбо-билету можно будет посетить павильон. Об этом сообщает портал Вести Московского региона. Оранжерея павильона Азербайджан станет одной из главных площадок ВДНХ, где будут проводиться спектакли, концерты, представления и мастер-классы. Оранжерея павильона Республики Азербайджан с панорамным остеклением и живыми растениями стала одной из главных концертных площадок ВДНХ. Здесь чуть ли не ежедневно можно услышать живую музыку различных музыкальных стилей и направлений. Джаз, блюз, соул, рок, саундтреки к известным фильмам «Духовная музыка». Несмотря на пандемию, многие задумываются о новогоднем путешествии. Портал 74.ru предложил своим читателям отправиться в столицу Азербайджана Баку и рассказал, как избежать проблем при въезде в страну из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Для Азербайджана виза не нужна, только загранпаспорт. И это значительно увеличивает поток туристов из России и стран СНГ. Для пересечения границы необходимо было иметь документ о прохождении вакцинации. Также нужен ПЦР-тест, которому не больше трех дней. В Баку спрашивают сертификат о вакцинации не только на границе, но и в общественных местах. Чтобы туристы чувствовали себя свободно, всегда нужно иметь с собой QR-код и загранпаспорт. Во всем Азербайджане в общественные места можно проходить только с QR-кодом. Особенно в музеи, театры, кино, торговые комплексы. Спрашивают их и в ресторанах, и крупных кафе. Самое интересное, что наши QR-коды не читаются, но я показываю распечатку кода на английском языке и показываю загранпаспорт. Тогда пускают в помещение. Если у вас нет QR-кода, то это легко исправить. В Баку можно вакцинироваться или ревакцинироваться иностранной вакциной, которой в России пока доступа нет. В Азербайджане можно поставить российскую спутник ВИ, американскую Пфайзер и китайскую Коронавак. Вакцинация проходит в больницах. Учителям прививки ставят в школах, в райцентрах и еще при Доме культуры могут поставить. До этого летом прививали в Бакинском оздоровительном центре. В метро и в автобусы пускают без QR-кодов, но необходима маска, иначе будет крупный штраф. Также штраф грозит, если гулять без маски по торговому центру. Могут запросить от 50 до 100 монат. Это примерно от 2,5 до 5 тысяч рублей. На улице люди спокойно ходят без масок. Хотя еще несколько месяцев назад и на улице приходилось надевать маску. Так что кто вакцинирован или хочет ревакцинироваться, добро пожаловать в Баку. Ну а о красоте и гостеприимности азербайджанской столицы всем давно известно. Кто отправится в Баку на новогодние праздники, точно не пожалеет. Таким увидели Азербайджан иностранные СМИ на прошедшей неделе. Пока!